здравствуйте друзья мы живем интересное время которое дает нам возможность проявить реализовать себя в самых разных сферах жизни в самых разных областях человеческой деятельности почему-то складывается представление что сегодня вот успешных где-то самодостаточных людей больше привлекает допустим бизнес деятельность или что-то связано с большими деньгами и так далее а вот сегодня мне хочется вас познакомить с интересными девушками которые выбрали для своей самореализации выбрали для своей творческой деятельности совершенно иное направление они выбрали благотворительность хотя могли бы заниматься чем угодно у нас в гостях замечательные девушки анна и алина здравствуйте здравствуйте сразу вопрос а почему вы выбрали вот такое направление благотворительность почему благотворительный фонд а не какая-то бизнес структура а не какая-то фирма почему прежде всего эта идея ну она зарождалась долгое время лично у меня на протяжении трех лет анна нагорная глава международного благотворительного фонда красота и милосердия 21 год студентка харьковского национального экономического университета специальность бизнес и предпринимательство многократная победительница украинских конкурсов красоты участница телепроекта супермодель по украински в какой-то момент я поняла что действительно у нас есть возможности делать все главное это наш выбор и учитывая то что я многократно участвовала и побеждала в различных конкурсах красоты не только в харькове но и по всей украине вместе с тем я понимаю что есть еще другая обратная сторона медали что есть не только красивая яркая жизнь есть не только сказка но есть еще жизнь настоящая есть в ней люди которые страдают которые требуют помощи если вы чувствуете что вы кому-то нужны что вы можете быть кому-то полезными и дарить радость людям правда и я безумно рада что в этом стремлении меня поддержала соучредитель фонда красота милосердия алина почему международный фонд потому что я здесь в украине я студентка харьковского национального экономического университета имени семена кузнеца на специальности бизнес и предпринимательства алина она представляет наши интересы в норвегии я изучаю административный менеджмент в норвежском университете и конечно у меня там появилась возможность увидеть настоящей жизни а вот это вот развитие где государство принимает активное участие в финансировании различных не только фондов как красный крест и все остальное они помогают детям они помогают пенсионерам всем инвалидам страждущим всем тем кто нуждается в помощи и я увидела это и конечно мне захотелось чтобы и в нашей стране было то же самое чтобы наше государство имела возможность помогать таким людям к сожалению сейчас этого нет поэтому мы решили что мы можем сделать хотя бы небольшой вклад но мы можем подарить людям радость мы можем что-то для них сделать я считаю это очень важно и мы заинтересованы в том чтобы привлечь как можно больше людей которые тоже заинтересованы в этом которые тоже хотят и готовы помогать алина белая 24 года директор по перспективному развитию и международным связям международного благотворительного фонда красота и милосердия выпускница харьковского национального университета имени каразина магистр специальность международная экономика студентка норвежского университета специальность административный менеджмент государственное управление насколько я знаю вы существуете не так много сколько вашему фонду нашего фонда всего еще месяц так да вскоре 12 февраля у нас уже будет официальное открытие презентация нашего фонда нашего логотипа который вы можете увидеть вот на этих замечательных призах мы расскажем об этом вот но уже за этот маленький срок мы успели выбрать сейчас первый проект наш первый дом это реабилитационный центр промени с которым мы сотрудничаем который мы поддерживаем первая наша акция это было то что новогодние праздники все дети они тоже должны у них должно быть чувство праздника и мы пытались это подарить со своей стороны мы не обделили никого 150 подарков было от нашего фонда для каждого ребенка они нам устроили замечательный праздник на самом деле это огромное удовольствие и я себя чувствовала абсолютно вот счастлива у меня не было чувства жалости к этим детям это очень неправильно на самом деле это все нужно быть благодарным судьбе за то что у нас есть такая возможность воспринимать жизнь такой какая она есть и есть возможность помогать одна из интересных особенностей в мире так вашего фонда что вы его открыли сами не имея где-то заранее каких-то финансовых спонсоров или еще чего то то есть фонд организован вами не вашими родителями не вашими какими-то друзья или родственниками у него нет как бы финансовых постоянных спонсоров что вы откуда вы черпаете вот тоже чем делитесь потом с детьми вы правы в этом у нас нет постоянных каких-то людей которые готовы нам помогать у нас нет еще вот вышеперечисленного вами мы создали это сами это наша инициатива наша идея на самом деле у нас у нас появилась идея на самом деле мы сами еще не осознаем как у нас это получилось как это работает это растет наверное просто от того что мы это любим к нам приходят люди сами с предложениями у нас уже есть проект у нас есть информация кому мы можем помочь что нужно они ну все люди появляются откуда-то мы сами не понимаем откуда они находят нас приходят и мы естественно сразу пожалуйста давайте вот так мы у нас начинается диалог то есть сразу создается какая-то картинка мы реализуем это очень здорово на самом деле мне кажется это надо любить это надо любить и все обязательно получится и быть главное благодарным вы сидите такие молодые красивые воду воодушевленные у вас есть свой благотворительный фонд и название но вот такой вот но красота и милосердие да и вместе с тем у вашего фонда есть изюминка изюмин который заключается в том что это женский фонда вот расскажите почему женский почему вы решили вот именно на этом акцент сделать хотелось бы сказать о том что вот название красота и милосердие это слово красота прежде всего она ассоциируется не только с тем что у нас в украине самые красивые украинские самые красивые женщины да мы хотим чтобы люди понимали что красота это прежде всего когда мир на земле мир в украине когда нет войны красота это взаимопонимание это отношение между людьми взаимопомощь да это красота внутри нас и мы хотим это показать мы хотим приобщить всех к этому получается хорошо я так понимаю что ваш фонд вот сам по себе он существовать не может он обязательно должен иметь как бы от помощников которые бы вот эту всю вашу деятельность осуществляли распространяли есть у вас такие помощники много их у вас сегодня на данный момент мы наверное самые основные деятели в нашем фонде и по сути самые такие основные идеи исходят от нас конечно есть люди которые подключаются к нам но их на сегодняшний день пока немного пока немного пока немного вот когда мне приходится общаться с представителями тех или иных фондов а сегодня их достаточно много когда спрашиваешь что вам нужно большинство отвечают деньги а когда я вам этот вопрос задал предварительной беседе вы мне сказали что вам нужны люди которые бы вместе с вами помогали другим вот каких людей вы хотите около себя видеть которые бы прежде всего разделяли с нами вот эту идею которые бы понимали что это не обязательство кому-то помогать что-то делать это не работа но да это можно смотреть как на работу это труд я согласна но это их выбор они могут игнорировать это они могут спокойно да не могут спокойно ездить отдыхать заниматься своими делами не смотреть на то что есть люди которые голодают которым холодно которые живут хуже чем они спать спокойно самом деле у каждого свой выбор но мы этого делать не можем мы понимаем что есть люди которые живут хуже и мы хотели бы им помочь это наше мы хотим создать команду единомышленников и хотим вот действительно наладить такое слаженное чтобы мы все были единым одним целым у нас были одни чтобы мы смотрели все в одну сторону мыслили все одинаково но с тем же чтобы мы были все разные чтобы поэтому появится очень много новых идей но только командным способом мы сможем это организовать и реализовать вот сразу два таких момента уточнения ну во первых команду вы не просто хотите создавать она у вас уже создается это уже в движении она уже есть она уже есть команда вопрос второй вы опять таки представители вот даже не представить скорее а исповедовать вот будучи руководителем фонда что люди которые в этом фонде находятся и сотрудничают с фондом они все работают или действуют на общественных началах без всякой платы так я понимаю почему вы такую концепцию выбрали наверное чтобы не появилась на какой-то вот личность на выгоды потому что когда вопрос денежный он как бы тонкий и а когда если дать человеку вот определенная зарплата это уже наверно будет как более рутинный какой-то труд мы хотим чтобы человек сам это было его воля его желание его стремление внутреннее что-то а не вот у тебя есть мы тебе платим зарплату а ты выполняй определенную функцию мы считаем что должно быть его собственное решение его желание вот это что есть возможность на самом деле помогать у всех не только у тех кого есть деньги у кого есть фирмы фабрики и тому подобное вы простые люди мы тоже мы считаем себя абсолютно простыми девочками которые просто свою идею начали реализовывать наверное должно быть очень большим желанием и где-то наверное вот внутренним серьезным голосом каким-то чтобы создать вот такую организацию и так себя реализовывать еще раз повторюсь люди у которых есть возможность жить так как они хотят возможность делать все что угодно заниматься любой деятельностью алина тебе в норвегии к примеру да аня победительница конкурсов красоты но чем угодно можно заниматься вы это выбрали потому что это голос вашей души я так понимаю и вы около себя хотите видеть таких же людей которых бы двигало вот это внутреннее чувство внутренняя потребность помогает другим людям притягиваются такие безусловно но мы еще как бы на ступени формирования это еще наш начало пути нашего но я уверена что конечно же если мы будем идти с открытым сердцем то и к нам люди пойдут с таким же открытым сердцем у вас уже сформировалась вот видение наперед какие проекты вы будете реализовывать что вы будете с точки зрения вот развития деятельности фонда делать в какую сторону двигаться знаете у нас наверное вот за месяц у нас от идей от проектов уже просто разрывается голова у нас уже информация настолько ну постоянно поступает и я вот вечером прихожу вот мы с самого утра и до самого вечера мы занимаемся тем чтобы вот это все разбирать и понять как нам сделать так чтобы помочь то есть формировать какую-то цепочку чтобы все вот действовали вот как шли за нами нам главное показать им направление потому что некоторые люди они хотят помочь но они не знают как это сделать давайте попробуем привести несколько совершенно живых простых примеров вот приходят к вам люди девочки что вам нужно вот для того чтобы там с детским домом работать и прочее что вы им говорите что нужно что вам конкретно приносили что вы потом передавали детям вот как было лично в нашей ситуации да вашей ситуации конкретно приходят люди и говорят у меня есть игрушки так хорошо несите одежда приходят люди горят у нас есть одежда хорошо пожалуйста у нас да пришли к нам представитель фирмы по производству мебель говорят о том что я могу вам предоставить кровати количество вы скажете мне сами и мы уже сами определяем сколько какие нужно и вы знаете у нас не было вот до этого момента мы сейчас уже понимаем что вот мы строим сейчас определенные планы на протяжении этого месяца у нас не было этого плана и мы как-то работали что-то делали у нас это получается получается а как оказалось что вот вашим объектом куда вы помогаете кому помогать стал именно вот этот вот детский дом как вы на него вышли это реабилитационный центр вы знаете это наверное это судьба вот она нас привела в этот дом и на самом деле вот как-то душа сразу захотелось сразу захотелось помочь этим детям помочь тем чем мы сможем естественно мы понимаем что мы будем сотрудничать не с одним детским домом и не только в городе Харькове это фонд международный и по Украине здесь лично буду заниматься этим я по международным отношениям будет заниматься Алина и мы понимаем что работы у нас действительно много это заботы и приятные которые это какие-то определенные задачи которые нужно выполнять и нам это нравится и мы от этого получаем удовольствие когда люди благодарны просто даже когда они улыбаются ты чувствуешь себя действительно счастливым человеком ты кому-то нужен ты можешь кому-то что-то дать и тебе есть что дать прежде всего вот это чувство любви поделиться ею с другим человеком обычно приходят так сказать в студию на запись и приносят свои награды показывают чего люди добились у вас здесь стоит такая шеренга разного рода таких кубков и прочего что это это награды с логотипом нашего благотворительного фонда красота и милосердия естественно эти награды будут вручаться далеко не каждому мы хотим приобщить людей к тому чтобы они понимали что помогать людям это действительно важно это даже вот для жизни каждого человека он должен быть разносторонним он должен понимать что есть жизнь и она заключается не только в конкретных каких-то моментах и есть эти люди они понимают что вот они хотят помочь вот тому то и мы будем вручать эти награды тем гражданам и тем организациям которые будут принимать активное участие в помощи и в активном участии помощи для нашего фонда и для проектов которые у нас уже есть и которые мы будем готовить это очень долго об этом рассказывать на самом деле кого это будет интересовать мы с удовольствием расскажем я думаю для них это тоже будет важно если мы благодарность будем такие как сувениры можно назвать они всегда будут смотреть на это и помнить что вот мы во первых помогли во вторых мы можем теперь это делать мы знаем как это сможет и на самом деле это я хочу чтобы многие понимали что это действительно достойная награда награда за то что люди могут помогать друг другу и это их выбор большое спасибо вы меня очень приятно где-то в чем-то удивили наверное что в наше где-то вот прагматичная это в какой-то мере корыстное где-то время когда люди стараются выбрать для себя что-то с одной стороны попроще с другой что-то позначимее по денежнее находятся те кто выбирает стезю не всегда благодарную однозначно нелегкую особенно для молодых людей особенно для девушек особенно для девушек успешных красивых и мне искренне от души хочется вам пожелать чтобы у вас все получилось чтобы у вас нашлись много помощников чтобы нашлись те кто вам помогал на разных уровнях информационных финансовых человеческих каких-то взаимоотношений чтобы ваше дело реализовала чтобы к вам притянулись те кто хочет от души искренне помогать другим делать добрые дела и при этом получать радость и удовольствие спасибо вам большое спасибо вам огромное всего вам доброго спасибо надеюсь мы с вами еще много раз будем встречаться если не в студии то в жизни по крайней мере точно всего доброго спасибо международный благотворительный фонд красота там и лосердия украина почтовый индекс 61002 город харьков улица пушкинская 57 телефон плюс 38 068 221 21 21 факс плюс 38 057 752 0807 мобильный мобильный плюс 38 095 464 49 52 имейл charity собака charity точка ин точка юэй расчетный счет в долларах сша 26 00 50 52 33 91 52 расчетный счет в гривнах расчетный счет в евро 26 00 70 52 33 55 96 харьковский филиал приватбанка